Всем привет, я Ксения и хочу продолжить тему Наоми. В предыдущем видео я показывала 7 гель-лаков этой фирмы, у них был ребрендинг. И сейчас я хочу показать очень интересную серию, это Candy Bar, это гель-лаки с конфетти. Я думаю, многим уже известно, что это за гель-лаки. И мне очень понравились три оттенка, голубой, зеленый и розовый, сейчас я вам их покажу. И также расскажу о двух базах, силиконовая и каучковая. Кстати, силиконовую я уже протестила, месяц тестировала, расскажу о результатах. А сейчас посмотрим гель-лаки. Первый оттенок будет розовый, 19. Средней плотности гель-лак в один слой немножко полосит. Здесь фиолетовые конфетти, также и желтые, оранжевые, голубые. На натуральный ноготь, конечно, желательно наносить слоем потоньше. Сейчас я просушиваю в лампе, делаю второй слой. Этот гель-лак я бы также отнесла к самовыравнивающимся. А так, в принципе, вы можете смотреть на ногтевой пластине, нужен третий слой или нет. Тем более, что ногти у всех разные. Желательно делать выравнивание базой, чтобы все идеально легло. Итак, я сейчас отправляю сушиться в лампу и мы будем смотреть дальше следующий оттенок. Сейчас я покажу двухсотый, даже не зеленый, а салатный. Я его уже тестировала, я уже делала и в педикюре, использовала и в маникюре его. Но со временем почему-то он меняет цвет вот с такого салатового на желтый. Не знаю почему, для меня это стало загадкой. Он немножко прозрачней, чем предыдущий оттенок. У него такие кислотные яркие конфетти. Розовые, оранжевые, желтые, салатовые. В один слой он немножко полосит, но очень красив. Камера, конечно, не айфон, вы уж извините. Всей красоты почему-то не могу передать. Но гель-лак очень красивый и яркий. Просушиваю в лампе, делаю второй слой. Вот почему-то на камеру он какой-то такой противненький свет. Но в реале он намного краше. И конфетти в реале намного ярче. Отправляю в лампу. И напоследок оттенок 203. Красивый оттенок с яркими конфетти. Здесь конфетти салатовый, розовый, оранжевый, желтый. Здесь прям много цветов. Мне прям война с этой камерой. Не хочет передавать правильные оттенки. Отправляю сушиться в лампу. Делаю второй слой. И уже на второй слой оттенок лег без проплешин. Мне очень он нравится. И отправляю сушиться в лампу. Ну что, вот они мои оттеночки. Розовый, зеленый и голубой. Зеленый, предупреждаю, может поменять цвет на желтый. Почему, я не знаю. Но оттенки безумно красивые. Даже когда он поменял цвет на желтый, он мне очень-очень нравился. Что еще хочу отметить. Кто сталкивался с такой же проблемой? Напишите. Я не особо придирчивая. Ну как не особо придирчивая? Я просто люблю разные гель-лаки, разные фирмы. Наоми в том числе. И многие сталкивались с проблемой качества. Сейчас у Наоми ребрендинг. И сейчас мы говорим только о Наоми. Так что в ваших комментах жду. Как вам вообще вот именно такие гель-лаки с конфетти? Напишите мне. По-моему, это очень здорово и очень забавно. Конечно, кто любит классику, тем, возможно, будет не по вкусу. Но я безумно довольна. Это очень забавно. И смотрится очень оригинально. Итак, показала вам оттенки. А сейчас покажу вам базу, с которой я работаю в течение месяца уже. И которой я очень довольна. Это база силиконовая и база каучуковая. Или каучуковая, как правильно напишите. Смотрите, силиконовая. Смотрите, силиконовая. Вот такая вот густая. Не капает даже. Смотрите. Круто выравнивает. Хорошо держит. Мне даже иногда не приходится переворачивать пальчик. То есть, выравнивает идеально. Вот, можете заскринить себе. Я ведь уже заляпала. Мне вот очень нравится ей пользоваться. И база каучуковая такая же, как и коди. Итак, вот они мои новиночки. Совсем забыла сказать. Ссылочку, где можно приобрести гель-лаки фирмы Наоми, вы можете найти под этим видео, в описании. Напишите мне в комменты, кто уже пользовался. У кого какие результаты. Кто доволен, кто не может не доволен. Давайте с вами разберемся. Вообще, у кого какие проблемы получились с работой. Кто еще не знает в правильности использования гель-лаков с конфетти. Смотрите, вот после нанесения есть конфетти, которые выпячиваются, так сказать, наружу. Есть горбики, волнами идет. Вы берете в таком случае баф. Сначала смонимаете липкий слой. Потом берете баф. Аккуратно, аккуратно сверху им проходитесь. И дальше все выравниваете топом. Тогда ничего не будет нигде торчать. Ничего не будет цепляться. И держаться будет отлично. Держится очень хорошо. Ну, на этом пока что все. Все, в следующий раз я вам покажу серию металлик гель-лаков на ОМИ. И также топ без липкого слоя. Способы применения таких гель-лаков. И еще, друзья мои, я очень часто сталкиваюсь с тем, что говорят, вот, ты предлагаешь какой-то фуфил, куда тебе там деньги заплатили, тебе бесплатно дали. Я хочу сказать, что на ОМИ я пользуюсь очень давно. Чтобы вы понимали, вот моя маленькая коллекция. Смотрите, какой пошарпанный. Этому гель-лаку года три, если не больше. 110 номер. Также есть где-то у меня, вот, красный десяточка. И еще 19-й. Это вот прям старички-старички. Да, вот они. Я когда начинала пользоваться, мне очень нравились эти оттенки. Это подложка под френч, красный классика и серый. Смотрите, пользуюсь очень давно. Есть, конечно, оттенки капризные, с которыми нужно поработать. Но если мне нравится оттенок, опять-таки, вот у меня маршмеллоу есть. Вот эти, боже, серые, я вообще дико люблю оттенки. Вот эти серые оттенки. Девочки-клиентки очень любят. А также вот этот, этот вообще космический. Это идет белый с перламутром. Он просто, ну, он очень нереально красивый. С золотым перламутром белый. Вот, не было таких разговоров. О том, что я что-то кому-то втюхиваю. Вот, я сама пользуюсь. И моим девочкам очень нравится. Так что пробуйте, экспериментируйте. А если вам что-то не нравится, то не надо говорить, что что-то фуфло. Вот, а сейчас всем пока-пока. До следующего видео. Ставим пальчики вверх. Подписываемся, чтобы не пропустить новые. Новую информацию, новые полезные, полезные видюшки. Комментим, конечно же. Спасибо за внимание. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok